Привет, друзья! Сегодня в Казахстане стартовал чемпионат мира по блицу, и я хочу представить вашему вниманию партию новоиспеченного чемпиона мира по рапиду Магнуса Карлсона, в которой его противником стал Евгений Томашевский. Итак, соперники играют с контролем времени 3 минуты плюс 2 секунды добавки. За каждый сделанный ход Магнус отправляет в бой королевскую пешку. Томашевский отвечает симметричным Е5. Чемпион мира нападает на пешку, черный защищается, и на доске испанская партия. Белые создают давление на пешку Е5 и в дальнейшем могут устранить защитника этого пехотинца. Но пока Евгений создает контрнападение на пешку Е4, Магнус применяет антиберлинский вариант. Черный развивает слона, подготавливая эвакуацию короля. Магнус меняется на поле С6, и здесь попытка выигрыша пешки закончится полным крахом, поскольку черные проведут двойной удар, угрожая матом, а также выигрышем фигуры на поле Е5. Но Магнус, конечно же, знает эту детскую ловушку, поэтому делает в партии просто рокировку в короткую сторону. Теперь черные вынуждены защищать пешку на поле Е5, но при этом они перекрывают своего белопольного слона. Магнус планирует полномасштабный захват центра. Черные уводят короля в убежище, белые нападают на слона, а также на пешку Е5, и после отступления атакуют ферзя. Гарде прокричал слон и тут же получил по хоботу от пехотинца. После отступления черный играет Ц5, создавая напряжение в центре доски. Но Магнус Карлсон уже трижды нападает на пешку Е5. Томашевский дополнительно защищает пешку ферзем, белый переводит ладью на линию Е, подкрепляя пешку на Е4. Томашевский на всякий случай уводит короля в сторону из-под возможных диагональных шахов. Магнус Карлсон планирует создать еще одно нападение на пешку Е5, активизируя своего ферзевого коня. Черный пробивает на Д4, и после данного размена необходимо было сыграть слон Б4, атакуя ладью с примерно равными шансами. Но вместо этого в партии Евгений добровольно расстается с преимуществом двух слонов, ради того, чтобы испортить Магнусу прическу на ферзевом фланге. Здесь, правда, нужно отметить, что взятие пешки ферзем не приносит материальных благ, поскольку белый забирает на поле Е5, отыгрывает пешку и получает серьезное давление на пешку Ж7, на пешку С7 и в целом у белых перевес в развитии. В партии же Евгений Томашевский не забирает пешку на поле А3, а производит разменную операцию в центре доски. Белые полностью закончили развитие и наладили взаимодействие ладей, в то время как белопольный слон соперника пока что находится на начальной позиции. Томашевский защищает атакованную пешку на поле С7 ферзем, открывает диагональ белопольному слону. Ну а Магнус, руководствуясь классическим правилом, которое гласит, если у вас перевес в развитии, то необходимо вскрывать игру, продвигая центральную пешку вперед, создавая угрозу взятия на Ф6, отвлекая ферзя от защиты коня. Черным необходимо было пойти Б6 и держаться из последних сил, но Евгений допускает очередную неточность. Он нападает на ферзя конем, белый в промежутке пробивает на поле Ф6 контратакуя вражеского ферзя и после взятия на Ф6 играет ферзь С4, создавая еще одно нападение на пешку С7. Ну что ж, Томашевский убирает пешку из-под боя, Магнус захватывает обе открытые линии, угрожая вторжением на шестую горизонталь, связывая коня по рукам и ногам. Евгений пытается менять фигуры и тем самым облегчить себе оборону. Магнус не возражает против этого размена. Вот только теперь пехотинец Шурик пробивает в дышло генералу и, откатившись колобком на поле Ф6, ферзь получает добавки еще и от ладьи. Черной королеве приходится продолжить увлекательное путешествие. Ладья Магнуса внедряется в обжорный ряд, создавая давление на пешки Ж7 и Б7. Томашевский нападает на ферзя, белый создает угрозу мата в один ход. Евгений защищает пешку, предлагая размен сильнейшей фигур, но Магнус Карлсон, как ни в чем не бывало, играет слон Е5, создавая уже третье нападение на пешку Ж7. И после размина на поле Д4 на 27 ходу Евгений Томашевский сдался. Поскольку угрожает удар на Ж7, выигрывая ладью, если же черный играет ладья Ж8, тогда белый пробивает на Ж7 и на взятие мат по восьмой горизонтали. Вот такая получилась учебная партия на тему использования преимущества в развитии. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто станет чемпионом мира по Блицу. Не забывайте также поддерживать видео лайками, репостами и до следующих встреч.